Уважаемые друзья, здравствуйте! Сейчас мы хотим рассказать вам о биологических и агротехнических особенностях гибрида томата Ласковый Миша Ликопинчик. Это один из гибридов, который агрофирма Элита рекомендует огородникам-любителям для выращивания как в условиях открытого грунта, так и защищенного грунта средней полосы России. Этот гибрид очень компактный, детерминатный, скороспелый. Буквально через 90-95 суток после появления всходов плоды созревают и в течение буквально короткого времени наблюдается массовое созревание плодов. В условиях защищенного грунта гибрид может достичь высоту до 90-100 см в зависимости от применяемой агротехники. Особенность данного гибрида, можно его формировать и один степель, и два степля. Можно посынковать в то же время и можно обойтись без посынкования. В этом случае кроме подвязки вертикальной требуется также круговая подвязка. Растение довольно компактное. Первая кисть формируется на уровне 6-7 листа. Далее идут через 2-3 листа в зависимости от применяемой агротехники. Гибрид Ласковый Миша. Плоды фазы технической спелости, они светло-зеленые, почти белые. В фазе биологической спелости они насыщенно красные. Кисти в основном компактные, простые. И на каждой кисти формируется от 6-7 плодов. Подходят для транспортировки. Плоды предназначены также для свежего потребления. Они могут достичь массу от 150 до 250 грамм. На растении формируются очень крупные плоды. Кисти округлоплоские, ребристость практически отсутствует. На растении можно сможет встречать и кисти вот такие промежуточного типа. И естественно в этом случае число плодов кисти увеличивается. И параллельно идет незначительное снижение средней массы плода. Еще формируются вот такие плоды в более высоких ярусах. Мы уже отметили гибрид данной. Это детерминатного типа роста. Но в то же время за счет бокового побега можно продолжить рост растений. Оставляем на верхней части растения боковой побег. И тогда в этом случае растения могут достичь высоту до 120 до 140 сантиметров. Гибрид ласковый миша прекрасно подходит для выращивания. Как в условиях открытого грунта, так и защищенного. И в то же время отличается очень хорошей завязанностью плодов. В условиях открытого грунта также мы видим, плоды уже созрели. Они готовы. В фазе биологической спелости на растения уже созрели почти 80-85% всех плодов. Мы урожай собираем с конца июля, весь август. Обычно, если погодные условия позволяют, растения еще растут и плодоносят до середины сентября. Гибридный сорт томата ласковый миша. Мы вам показывали, как он растет в условиях защищенного грунта, пленочных теплицах. В открытом грунте высота растения достигает 60-70 сантиметров. Требуется подвязка, потому что на растениях формируется очень много плодов. Плоды крупные, тяжелые. Мы наблюдаем плоды насыщенно красные, глянцевые, ровные. Средняя масса плода это 140-150-170 грамм. Плоды очень красивые, сочные. Отдельный год может быть незначительная ребристость, округлоплоская. Можно использовать как в свежем виде для приготовления различных салатов. В связи с тем, что они такие мясистые, крупные, можно использовать их для приготовления бутербродов, сенди, биджи, пиццы. А также можно получать из них очень насыщенно окрашенный сок или пасту. И, естественно, использовать в зимний период. Ликопинчик. Это один из самых удачных гибридов. Томата селекция агрофирма Элита. Предназначен для выращивания как в условиях открытого грунта, так же и в малогабаритных пленочных теплицах. Плоды отличаются с высоким содержанием ликопина, что, во-первых, определяет окраску плодов томаток. И, второе, ликопин – это сильнейший антиоксидант, который накапливается в плодах томата и очень важно для оздоровления человеческого организма. Уважаемые друзья, гибрид томата ликопинчик детерминатный, скороспелый. Отличаются адаптированности к различным условиям выращивания, прекрасно завязывают плоды. Первая кисть уже формируется над пятым-шестым листом, что, конечно, связано с детерминатностью данного гибрида. Последующие кисти формируются через один-два листа. На растении встречаются как простые кисти, так и промежуточного типа. Что касается средней массы плода, на растении могут формироваться такие вот крупные плоды, массой почти 200-250 грамм. Вот они на первой кисти, вот мы видим. Плоды округлоплоские, плотные довольно, поэтому прекрасно подходят они и для транспортировки. Может при нажатии, может чувствуем, плоды очень плотные, очень мясистые. Вот они, мы уже отметили, на растении могут формироваться и простые кисти, и промежуточного типа. И в каждой кисти, в этом случае, завязывает от 5-6, если это простая кисть, до 12-15, если промежуточного типа. Вот мы наблюдаем, как отличается гибрид высокой завязываемости плодов. И при этом очень компактные кисти. Вот в условиях открытого грунта в этом году, второй по срокам созревания у нас оказался вот ликопинчик. Растение достигает высоту 60-70 сантиметров, и вот на растение прекрасно завязывает плоды. И также требуется, конечно, подвязка. Сроки посева абсолютно идентичные. Уже в начале августа ликопинчик начинает созревать. Сейчас у нас третья декада августа, точнее 18-е число. Мы видим, что 40-50% плодов уже на растении полностью достигли фазу биологической спелости, и они готовы к потреблению. Вот они, очень красивые, красные окраски, плотные плоды. Прекрасная завязываемость, адаптирован хорошо к условиям средней полосы России, именно как в защищенном грунте, так и в открытом грунте. За один сбор с одного растения можем собирать килограмма 3, вот это 5-литровое ветро. Но, учитывая тот факт, что на 1 квадратном метре высаживаем мы 4-5 растений, вот можно с квадратного метра собирать спокойненько 10-12, а то и 15 килограмм плодов. Вот первый сбор провели, на растении еще достаточное количество еще плодов, которые вот в фазе биологической спелости, фазе технической спелости. Они тоже буквально несколько дней и созреют, и будут вот такими. Гибрид томата, ликопинчик в условиях открытого грунта. Средняя масса 150-200 грамм, хорошие крупные плоды. Ну, даже вот такие, чуть мельче размером, но все равно 100-100 грамм. Прекрасно подходит для телонаплодного консервирования, для приготовления различных соков, пюре и так далее. Вкусовые качества прекрасные. Видите, сахаристый и сочный. Прекрасно подходит для телонаплодного консервирования. Прекрасно подходит для телонаплодного консервирования.